Вячеслав Данилович живёт в Нефтекамске с 1961 года. Старожил стал инициатором того, что в городе была организована общественная организация «Дети войны». Это люди, которые, как и он, родились во время Великой Отечественной, а после её окончания внесли свою лепту в восстановлении страны. Но на сегодняшний день не имеют никаких льгот, как, например, труженики тыла. Мы просим наши законодательные органы Республики Башкирия и Курултай, чтобы рассмотрели вопрос и приняли закон о детях войны. Получили бы эти дети войны какое-нибудь внимание к себе. Ну, в частности, для детей войны на сегодняшний день самое важное, чтобы они могли пользоваться бесплатно общественным транспортом. С наболевшим вопросом Вячеслав Данилович обратился к руководителю местного отделения КПРФ Ильгаму Галину, который также является депутатом Курултая Республики. По словам законотворца, эта проблема не раз рассматривалась на сессии госсобрания региона, и решение её возможно только на федеральном уровне. Наши депутаты Госдумы тоже этот вопрос как бы муссируют, поднимают. Я думаю, наверное, уже, скорее всего, этот решится вопрос уже на федеральном уровне. То есть депутаты Госдумы как бы нашу инициативу поддерживают, и уже центр пройдёт, как обычно у нас в России делается. Также со своими предложениями и жалобами в приёмную коммунистической партии в пятницу обратились и другие жители Нефтекамска. Каждому было что сказать депутату. В основном горожан волнуют вопросы ЖКХ, сферы образования и медицины. Такие приёмы граждан проводятся ежемесячно в последнюю пятницу. Лилия Ахметова, Артур Бодреддинов. Информационная программа «Ежедневник».